Нынче ветрено и волны с перехлёстом, Скоро осень, всё изменится в округе. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня я поеду за подарком. Мой старый товарищ Витя Беляев позвонил мне накануне вечером и пообещал подарить фотоаппарат почти 70-летнего возраста. Ну что, не отказываться же от такого дара, хотя говорили древние Тимео Данаус и Эддона Ферентес. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Тимео Данаус и Эддона Ферентес. Тут ко мне недавно попал совершенно случайно фотоаппарат под названием «Киев». Заглянув в его паспорт, я увидел, что он издан, произведен, сделан в декабре 52-го года. Вас тогда ещё и на свете не было. Вспомни, что ты коррекционируешь такие штучки. Я решил подарить тебе дню рождения. Он, правда, прошёл, но пусть будет к следующему. Ну, спасибо, Витя. Да, вот тебе... Насколько я понимаю, это документы, да? Это документы. Это паспорт. Да, а это сам аппарат. Это вмещает одноценное шестьдесятых метров. По-моему, он даже к рабочем состоянии. Удивительно, даже с паспортами. Там даже есть плёнка. Там есть плёнка. Но пока открывать ей у него. Нет, конечно, да. Ну, давайте я сфотографирую. Так, подожди. Ты взведи его. Потом взводить надо. Взведи. Вот, взвод. Я уже взвёл. Да, он взвёлся. Вот, нет, он не взвёлся. Вот теперь он взвёлся. Не забудь вот этим вот колёсиком навести. Рискость. Хорошо, ладно. Колёсико, лысико, колёсико. Так, намажу резкость по очкам. Не уверен, что у меня получится. Да, мне мы так ими снимали. Аппаратами. Нет щелчка. Может, что-то ещё взводить надо? Ну-ка, попробую я. Есть щелчок, только он очень тихий. Там, по-моему, длинная выдержка. Да, там длинная выдержка. Попробуем, сделаем выдержку короче. Вот теперь, по-моему, попробует меня снять. Да, а ты сделал короче выдержку? Да. Теперь только нажимать. Получилось. Спасибо, Витя. Будь здраво, я ищу. Киев ещё с прямой надписью. И через Е, а не через И. Нет, дело в том, что с 1955 года, вот эта вот надпись писалась совсем по-другому. Ну, я смотрю, стрелка ещё старого, на экспонометре ещё старого образца, то есть ещё контексовские стандарты. Экспонометры стоит, я вообще не понял, у меня были зениты, но что-то я не помню, чтобы на каким-то экспонометрам стоять. Кстати, номер на камере и номер на аппарате совпадает, то есть 52-й год здесь, 52-й год здесь. Так что, спасибо, друг мой, Витя. Ну, всё есть. Даже наверняка в нём есть лапка для установки на стол. Сейчас проверю. На старых камерах были лапки для установки на стол, там где нет штатива. Да, есть. Вот смотри. Вот это вот откидывалось, вот так вот, и можно было поставить на стол, чтобы он не клевал объективом. Всё ясно. И снимать на автоспуске. Да, я тебе ещё хочу сказать, чтобы к нему был штатив, но штатив я себе сам. Покажи штатив. Ай, какой штатив. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом, скоро осень, всё изменится в округе. Так писал американский русскоязычный поэт Нобеллиан, умерший в прошлом веке. И действительно идут последние дни августа. И на Камчатку вот-вот придёт осень. А я стою в Серогласке на старом нефтеналивном пирсе. Недалеко от проходной рыболовецкого колхоза. Кстати, самого крупного рыболовецкого колхоза в нынешней ресурсной федерации. И самого крупного в бывшем Советском Союзе. Скоро осень. Всё изменится в округе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот я вернулся домой И прежде чем начать рассказывать о подарке подробно и показывать его Я почитаю вам старые документы и старые рекламные объявления Итак, год 1945 Что шло в единственном Петропавловском кинотеатре «Полярная звезда»? А шел в «Полярной звезде» новый звуковой художественный фильм «Кощей бессмертный» И этот фильм демонстрировался на единственном экране Единственного кинотеатра столицы Камчатской области С 15 августа В день было 4 сеанса Первый сеанс в 6 часов Заметьте, не в 6 часов утра, а в 6 часов вечера Второй сеанс в 7 часов 30 минут Третий сеанс в 8 часов 40 минут И четвертый последний сеанс в 10 часов По коллективным заявкам касса продавала билеты с 12 часов дня А общая продажа билетов была с 4 часов дня Да, кстати, в это же время, в конце августа Объявили об открытии охоты Августа, 45-го года века минувшего Читаю Охота на дичь Уток, гусей, куликов, лебедя, куропатку, глухаря По Петропавловскому, Усть-Большерецкому и Усть-Камчатскому районам Разрешается с 1 сентября По остальным районам области с 20 августа Отстрел самцов дикого оленя и барана Разрешается с 1 сентября по всей области Лица, производящие охоту до установленного срока Будут привлечены к ответственности Это объявление разместила в Камчатской правде Охотинспекция при обл. исполкоме Ну и еще один документ, с которым я вас сегодня познакомлю Это обязательное решение Исполнительного комитета Петропавловского городского совета депутатов трудящихся И это обязательное решение имеет длинное название О движении автотранспорта Содержание в исправности дорог, тротуаров, водосточных канав города Петропавловска Я не буду читать полностью это обязательное решение Прочитаю лишь несколько пунктов 1. Установить движение гужевого и автотранспорта в городе Петропавловске по дороге на СРВ и дороге город-село Коряки только по правой стороне полотна 2. Запретить движение тракторов по Ленинской улице от больничного переулка до Охотского переулка, Озерновской кошки и Микояновской улице Больничный переулок сейчас не существует Но если кто-то знает, где была старая городская больница, он легко догадается, где это А для тех, кто не знает, расскажу Старая городская больница располагалась в двух деревянных зданиях напротив нонешнего спуска к морвокзалу Одно из этих зданий до сих пор стоит там в серединке заколоченное А там, где сейчас расположена лестница, соединяющая Ленинскую и Советскую улицы, и был этот самый больничный переулок 3. Ограничить скорости грузового автотранспорта по городу Петропавловску не более 15 километров По дороге на СРВ 25 километров, по дороге город-село Коряки 50 километров А у мест скопления людей в кинотеатрах, лечебных, детских учреждения установить скорость движения 5 километров в час 6. Обязать руководителей домовладений, арендаторов домов и частных домовладельцев систематически ремонтировать и содержать в исправности тротуары, дороги, водосточные канавы и трубы на участках прилегающих к территории домовладений в городе Петропавловске Пункт 9. Лиц Виновных в нарушении настоящего решения привлекать к административной ответственности Штрафу до 100 рублей Или принуд работам до 30 дней А водители автомашин в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 3 июля 1936 года Номер 1852 Я не знаю, кстати, что это за постановление Совнаркома Но вам гугл в помощь, если вам интересно И пункт 10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на органы милиции, автоинспекцию и начальника ДЭУ 558 Обязательное решение исполкома подписали председатель исполкома Петропавловского горсовета Шабуров и секретарь исполкома Осипов Картинки С квадрокоптера будем смотреть? Сегодня я ничего не снимал, потому как на улице лютая дождь Ну так что, будем смотреть? Да? Хорошо, смотрите, вот Петропавловск Снятый одним глазом Летающего фотоаппарата Летающего фотоаппарата Летающего фотоаппарата Летающего фотоаппарата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А вот теперь пришла пора показать еще раз подарок моего старого товарища Вити Беляева и немного рассказать об этом самом подарке. Струбцина. Струбцина со старой резьбой 3,8 дюйма. Раньше, как мы знаем, была принята американская дюймовая система резьб, которая отличается от нынешней метрической системы. До начала 60-х годов в фото-кинотехнике использовалась резьба 3,8 дюйма. Теперь используется четверть дюйма. Теперь используется четверть дюйма. Это была артель инвалидов. Это была артель инвалидов, занимающаяся, занимавшаяся, она сейчас не существует, производством всякой металлической мелочи. Струбцина состоит из алюминиевой основы, стальной шаровой головки, винта для крепления на плоские поверхности и буравчика. Буравчик применялся для того, чтобы можно было эту струбцину вкрутить в доску, в дерево, в скамейку. То есть вот так вот вкручивался буравчик и можно было винтить в довольно мягкую поверхность. Аналогичные струбцины выпускались и в Харькове на заводе имени кровавого иудобольшевицкого палача Дзержинского. Только на них была надпись «ФЭД» и в ряде других мест. Судя по всему, эта струбцина была изготовлена в конце 40-х, начале 50-х годов. Потому как артель «Инметаллист» существовала с конца 30-х годов до середины 50-х. Потом она получила другое название. Теперь о подаренном мне фотоаппарате. Фотоаппарат «Киев», в данном случае это «Киев-3» – это плод гения советской инженерной мысли. Почему советской? Потому что советская инженерная мысль не могла разработать ничего хорошего в мирной сфере производства, предпочитая красть и заимствовать. Фотоаппарат «Киев», дальномерный фотоаппарат «Киев» – это копия немецкого довоенного фотоаппарата «Контакс» второй модели. И даже не просто копия. После Второй мировой войны в рамках репараций оборудование завода было вывезено в Советский Союз. В начале планировалось смонтировать линию по производству фотоаппаратов в Казани, а фотоаппараты называть «Волгою», бывшие фотоаппараты «Контакс». Но потом решили разместить завод в Киеве на базе завода «Арсенал». И там с 1947 года века минувшего началось производство фотоаппаратов «Киев», «Киев-2» и «Киев-3». Вплоть до 1953 года включительно фотоаппараты собирались в основном из заготовленных задолго до Второй мировой войны немецких комплектующих, а в объективы ставились германские линзоблоки. И этот фотоаппарат имеет объектив с немецкими линзоблоками, и, насколько мне известно, большинство внутренностей у него тоже немецкие. Лишь отштампованный корпус с надписью «Киев» произведен в Советском Союзе. У этого фотоаппарата сохранился даже паспорт, номер фотоаппарата А5246-94. Он был выпущен или окончательно собран или предъявлен в ОТК 11 декабря 52 года века минувшего и продан в Петропавловске в магазине номер 2 «Горрыбкопторга» 16 сентября 53 года. У объектива номер 52-11-965. Кстати, в паспорте указано, что разрешающая способность объектива на пленке типа негатив А не ниже 28 линейный миллиметр в центре поля и 14 линейный миллиметр на краю поля. Вот сам фотоаппарат. Кожаный чехол в очень хорошем, в прекрасном для 68-летнего возраста состоянии. Кнопки защелкиваются прекрасно. Кстати, в чехле даже есть кармашек с информационной памяткой. Руководствуясь этой памяткой, можно было примерно определить необходимую для съемки экспозицию. Вот так вот эта памятка клалась в кармашек. Кстати, через несколько лет, уже в середине 50-х годов, подобные памятки перестали включать в состав фотоаппарата. Итак, фотоаппарат Киев-3, третья модель имела встроенный селеновый экспонометр с объективом Юпитер-8, фокусное расстояние 5 см, тогда фокусное расстояние указывалось еще в сантиметрах, а не в миллиметрах, и светосилою 2. Оптически это и есть немецкий зонар. Кстати, когда в объективах Юпитер-8 стали употреблять советские линзоблоки, то эти объективы стали хуже, потому как оптическая схема была изменена для удешевления. Сумрачный тефтонский гений все-таки не жалел средств и времени для производства качественных товаров. Итак, дальномерный фотоаппарат Киев-2 на 35-мм пленку со встроенным экспонометром. К сожалению, шкала экспонометра отклеилась и болтается, но уже по камере видно, что она сделана еще по контекстовским стандартам и, скорее всего, из контекстовских запчастей, потому как стрелка экспонометра толстая. Более поздние, советские стрелки, были тонкими. Пока не знаю, как работает этот аппарат. Пленка в нем, кстати, есть, но звук затвора очень тихий и позволяет предположить, что затвор работает нормально. А как с фокусировкой? Да, объектив, конечно, мутноват, но похоже, что с юстировкой или все в порядке, или близко к нормальному. Металлическая, родная крышечка, родная кожаная оклейка, кстати, удивительно, но нигде не отклеивающаяся. Автоспуск, интересно, работает или нет, сейчас проверим. Работает, но затвор почему-то не сработал. Странно. Ну, так как снимать я этим аппаратом не собираюсь, он просто займет место в моей коллекции фотоаппаратов. Да, кстати, вот еще здесь есть лапка. Эти лапки прекратили ставить на фотоаппараты зорки. И зорки-3, и Киев еще в 50-х годах. Эта лапка предназначена, чтобы фотоаппарат, поставленный на ровную поверхность для съемки, скажем, себя, не клевал носом вниз. Да, кстати, вот тоже, что интересно. То, что сейчас принято называть автоспуском, в паспорте на фотоаппарат, а паспорт тоже прилагался к фотоаппарату, назывался самоспуском. Сейчас я ищу пункт этот. Вот, самоспуск. Для производства автоматической съемки в аппарат вмонтирован анкерный механизм, производящий спуск затвора через 9-15 секунд после его включения. Кстати, слово самоспуск мне нравится гораздо больше, чем слово автоспуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня вы посмотрели на то, как мне дарят фотографический аппарат, и струбцину тоже. Сегодня вы полюбовались видами Петропавловска сверху и узнали о правилах дорожного движения в Петропавловске, о репертуаре единственного Петропавловского кинотеатра и о правилах охоты в победном 45 году века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать из моих видеодневничков что-то новое о Камчатке и вообще наблюдать за мною. А ежели не нравится, ставьте дизлайки. Если вы на моем канале впервые, если вам не стало скучно сразу, и вы хотите в дальнейшем смотреть выпуски моего видеодневничка, то сейчас специально для вас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться. Сменила свой красный цвет на светло-серый, и в ней появились волшебные слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, замечательно. Аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают. Да, кстати, я всегда хочу знать мнение моих зрителей о моем видеодневничке. Вот там, вон, внизу, обязательно пишите свои комментарии. Задавайте вопросы, я на них непременно отвечу. Пишите, что вы хотите увидеть, снятое в Петропавловске. Время от времени я выполняю, не всегда, честно скажу, но время от времени я выполняю просьбы своих зрителей, то есть вас, и снимаю для вас, по вашим просьбам, то, что вы хотите видеть. До свидания. Ах, да. Совсем забыл. Это фотоаппарат «Киев-3», выпущенный в 52-м году, века минувшего, на заводе «Арсенал». Вот теперь до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова